Лариса Лужина Лариса Лужина Лариса привела меня в этот драм-кружок Вообще школа в то время была замечательное место Это была обыкновенная средняя школа в Таллине Каких было десятки В этой школе было два оркестра Это 32-я школа? Это 32-я, там было два оркестра Симфонический и эстрадный оркестр Представляете, это ребята играли Они небольшие были, в одном было 15 человек, в другом были Вы учили эстонский язык? Обязательно, конечно. Мы учили эстонский язык. Вообще, национальная политика Советского Союза была замечательная. Это я знаю, на практике говорю тем, кто смотрит нашу передачу. Все газеты выходили на двух языках. Мы учили эстонский язык. Экзамены в эстонских вузах сдавали только на эстонском языке. Уважение было к национальной культуре огромное. Тогда были прекрасные эстонские театры, филармония. Я об этом не хочу долго рассказывать, но это действительно так. Лариса привела меня в драмкружок. А сколько там мальчиков было вообще-то? Я уже сейчас не помню, но я могу только одно сказать, что из нашего драмкружка вышло 12 человек актеров профессиональных. Представляете, из школьного. А сколько там всего-то было в драмкружке? Кружок был большой. Человек 30, наверное, народ. В то время, когда я там был. Из них 4 народных артиста. Это кто? Это вот Лариса Лужина, ваш покорный слуга, Игорь Ясулович и Витя Коняев. То есть вы все вместе учились и репетировали? Да, мы все вместе. Витя немножко пораньше закончил школу и уехал в Москву, поступил в Щепинское училище. Теперь вам в Малом театре работать. А мы после него. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24.